Добрый день, говорит Радио Свобода. Говорили, в том числе в наших эфирах, о том, что Россия жизненным образом зависима от нефтегазового экспорта. Собственно, да, это, ну как Маккейн говорил, бензоколонка с ракетами, да. Собственно, Россия была большим политическим образованием, сидящим на трубе. И всегда мы думали, а что произойдет, если эту трубу сейчас перекроют? После года войны фактически Россия под санкциями, но как-то страна продолжается и даже получает что-то. Вот что произошло? Почему перекрытие вот этой вот трубы на запад, и, кстати, произошло ли оно целиком, не привело к краху России? Ну, трубы нефтяные, трубы газовые. Труба нефтяная, она осталась самая. Главное, это в Китай идет труба. Это маршрут ВСТО, Восточный Сибирь, Тихий океан. Вот туда основная нефть, которая в Китае предназначается, она идет. Еще есть небольшой транзитный маршрут через Казахстан. Там всего 10 миллионов тонн в год Роснефть отправляет. И Китай еще немножко борем получает. Ну, не так много. На запад осталась дружба, которую на севере уже перекрыли. Нефтяная труба – дружба. Польша и Германия фактически никакой нефти не получают. Осталось немножко на три стороны. Венгрия, Чехия и Словакия. А на Австрию не идет? Нет, нефть не идет на Австрию. А что идет на Австрию? В Австрии мне говорят, что газ на Австрию продолжается. А она что, по территории Украины идет? Да, идет. Вот это у меня в голове не помещается. Россия воюет с Украиной, но прокачивает через ее территорию нефть и газ. И Украина получает транзитные деньги, за которые она закупает оружие и стреляет по России. Да. И еще и… Это как? Но у Украины есть обязательства перед иностранными компаниями, перед европейскими. Чтобы туда поступали и газ, и нефть бесперебойно. И Украина вот все свои контрактные обязательства выполняет. И Россия не стреляет так, чтобы… Она не стреляет по этим трубам, ни по нефтяным, ни по газовым. Когда случайно попадает, то украинские операторы устраняют эту неприятность как можно быстрее, чтобы выполнить свои обязательства перед европейцами. Война войной, газ по расписанию. Вот когда удалось нарушить это, это было так. Вот газ входил на территорию Украины по двум главным маршрутам. Вот была Сохрановка такая вот на границе. И вдруг Сохрановка перестала работать по этой трубе. Газ через Украину перестал идти. А в чем дело? Оказалось, что там оккупированная территория. И украинский оператор этих сетей, он не может ни проконтролировать объемы, куда они идут. Технически все дела, он лишен доступа к этому. Говорит, я не могу там получать по этому маршруту. Все, это действительно форс-мажор для этого. Остался один маршрут. Один маршрут такой. Европейцы говорят, ну давайте нам газ. Вы же обещали там по контракту. А Газпром обещал через украинскую территорию прокачивать 167 миллионов кубометров в сутки. Вот качает, вчера было, например, 40. То есть 167 и 40 – это гигантская разница. Едва-едва хватает. Как ни странно, основной клиент там сидит, это Приднестровье, которое неизвестно. Платит деньги Россия или не платит деньги Россия. Немножко вот доставалось Молдове, но она сейчас, по-моему, вообще не получает газа. Чуточку Австрии и чуточку Италии доставалось газа по этому маршруту. Словакия сидела там на этом газе. Но сейчас, в общем-то, и Словакия тоже перестает этим пользоваться. Но это прекратится этот маршрут? Или это до исполнения контрактов война будет продолжаться и нефтегаз будут качаться? А контракты не исполняются. Это значит, что иностранные компании, которые перестали получать газ из России по контракту, сколько положено, они подают на Газпром в арбитражный суд. И там уже, по-моему, где-то 21 миллиард евро накопилось долго, что Газпром должен им компенсировать каким-то образом нарушение контракта. То есть, когда у нас говорят, даже вполне приличные люди из экономистов говорят, вот иностранные компании отказались получать российский газ. Никто не отказался. Не было ни бойкота, ни эмбарго, ни запретов, ни санкций. Газ, ради бога, ребята, давайте газ. Это была взаимозависимость. Россия получала деньги, ну, бог знает, что с Запада, много что с Запада. А они получали надежный источник газа и все гордились тем, что мы работаем с Газпромом, смотрите, какие они надежные. Из-за этого Германия, например, стала закрывать свои атомные станции. Она поставила крест, когда-то поставила крест на терминалах по приему сжиженного газа. Ой, у нас Газпром есть, говорили там Меркель и ее друзья. Это мы помним, да, политика Меркель. И, значит, за этот год удалось полностью перестроить эту систему в зависимости от российской трубы. Как только началась война, стали считать, а кто может обойтись без российского газа. Оценки были такие, к 27-му году. Вот Италия прямо сказала, до 27-го года у нас нет возможности чем-то заменить российский газ. Бабах, к концу 22-го года все заменили. Ну, практически там осталось немножко, можно было бы и без этого обойтись. За счет чего? Средиземноморский газ? Нет, нет. Значит, во-первых, это немножко усилился поток газа из Норвегии. Они даже перестали газ закачивать в скважины, чтобы нефть оттуда вытеснять. И этот газ пускали в Европу столько, сколько можно. Второе, это экономия. Экономия. Все кричали, извините, без российского газа у вас вот такая-то отрасль загнется. Сталелитейная, стекольная, строительная, бог знает чего. А они существуют нормально. Во-первых, это энергоэкономия, энергоэффективность. Затем стали, ну хорошо, временно мы приостановим свое движение к зеленой энергетике, хотя ускорили солнце, ветер, вот это движение ускорили. Давайте-ка мы временно вернемся к углю, вернулись к генерации электроэнергии углем. И очень, что стало важным, стали строить новые терминалы, расширять старые терминалы по приему сжиженного. А сжиженный откуда идет? А сжиженный идет со всего мира. Потому что где его трейдер купит? На Тринидаде он его купит, в Катаре купит, в США, на Ямальском полуострове купит. Все равно, он уже трейдеру принадлежит, этот сжиженный. Там себестоимости доставка очень мала. А вот тут получился фокус, когда Европа поняла, что у нее может не хватить газа на зимний период, еще в конце 22-го года, что сделали? Стали задирать цену, чтобы этот газ переманить в Азии. И вот тогда газ взлетел. Вот был такой период, когда цена на газа была... Ну, я помню, 3 тысячи долларов до 3 тысячи выходила. Было, было. То есть вот это вот все. Почему? Надо было перебить у конкурентов газ. И газ пришел в Европу. Они поднатужились, да, потеряли на цене на электроэнергии, на цене на газ. Но они сказали, ребята, свобода стоит дороже. И им за счет вот этой высокой цены удалось переориентировать азиатские газовые потоки на Европу. И сейчас уже поток налажен, и цены... И цены обвалились вот до военного уровня. Совершенно спокойная цена. Что в Азии, что в Европе из жиженного газа больше, чем достаточно. И больше таких скачков, наверное, не предвидится. Ну, пока в этом году и в следующем году я смотрю, сколько газа делают из жиженного природного газа, сколько поступает на рынок, но не предвидится. Нету такого потребления, чтобы кризис возник. А что с «Газпромом»? Последние новости, ну, во-первых, там дивиденд не выплачивает вообще компания, вроде как там к банкротству идет, который, помните, как обещали, там Миллер, триллиона будет стоить, да? Самая большая реализация компании мира. Ну, триллион, это в тот момент 300 стоило миллиардов, а потом он сказал, будет триллион. Ничего не получилось, конечно. Потому что «Газпром» — это не просто коммерческая компания. Да, она пыталась работать как коммерческая компания, завоевывала себе новые рыночные ниши, а потом сверху поступил приказ. Все, давайте поджимайте Европу, сокращайте поставки газа в Европу, заморозим ее. Они приползут к нам на коленках, отменят все санкции, перестанут поддерживать Украину, и все будет замечательно. А не получилось. То есть по воле российского руководства «Газпром» перестал быть коммерческой компанией. Если в России за первые четыре месяца этого года обвалилась добыча газа всего на 10%, у «Газпрома» на 18%. То есть это самый выгодный его бизнес по продаже газа европейцам, он все, он исчез. И «Газпром» ведь закрывал не только так. Он переставал, сокращал поставки. Некоторые трубы просто перекрывал. Например, Путин тут сказал, вот поляки перекрыли трубу, а мы готовы по маршруту Ямал-Европа через Беларусь-Польшу в Германию качать. Нет, это российское правительство объявило контрсанкции против оператора польского участка. Естественно, перекрыло движение газа по этому участку. То есть все это наоборот. Потому что когда президент об этом говорит, он неправду говорит. А газ, обвалилась добыча газа, это как бы вещь она туда и обратно? Конечно, если уменьшается добыча газа, можно законсервировать и потом расконсервировать. Но его просто некуда стало девать, потому что поджалились. Его в факелах сжигают? Нет, нет, нет. Или можно закрыть газовую скважину? Большинство газовых скважин можно перекрывать. Нефтяные сложнее? Нефтяные там сложнее, потому что с нефтяными у нас большая часть нефтяных скважин расположена за полярным кругом, в вечной мерзлоте. Если оттуда перекрывать что-то, то там происходит такой процесс, как запарафинивание. Сжимается вот это все, нарастает на стенках. Потом проще бурить новую скважину, чем вот эту метанолом. Резюмируя часть нашего разговора, в абсолютных цифрах каковы потери России в мировом энергобалансе? И действительно ли подорван один из столпов вот этой системы нефтегазовой? Или все-таки он остался за счет переброски экспорта в Азию? А мир ничего не потерял, как выяснилось. То есть в мире достаточно добычи газа, сжижения газа, для того, чтобы удовлетворять все потребности. Публика, ну Европа поднапряглась из-за этого. Но оказалось, что и не нужен российский газ таким образом. Путин объявил, мы сейчас будем его в Китай перебрасывать. Он забыл две очень важные вещи. Для того, чтобы построить трубу, ну примерно равную там на 50 миллиардов кубометров в Китай, нужно, по моим подсчетам, от 10 до 12 лет. То есть сейчас он никуда ничего не перебросит. Это первое. А второе, китайцы до сих пор согласия на эту трубу не давали. А без согласия Китая куда ее строить? Хорошо, в абсолютных цифрах, насколько упало производство энергоресурсов России и насколько упала выручка и роль газа и нефти в российском бюджете. Ну вот по газу мы сказали. Доходят. А интересно, что по нефти засекретили. Вот с 1 марта засекречены все данные о добыче нефти. Но люди, которые работают с Россией в ОПЕК+, говорят, ребята, вы должны нам сообщить, как вы выполняете квоту. Ну да, ОПЕК без этого не может существовать. Не добираете или перебираете свою квоту. Что-то надо такое делать. В России объявили, да, мы вот сократили добычу нефти. Вот настолько-то. И вдруг выясняется, что добычу не очень сократили. У нас, когда говорят, что должны работать санкции, почему-то все думают, что это по объему нефти, которая идет на внешний рынок. А это нет. Как раз санкции были исправлены. Сначала решили, да, действительно, без российской нефти мир должен обойтись. А потом говорят, а почему? Давайте лишим Россию доходов от этой нефти, а не объемов этой нефти. И Россия фактически сохранила и экспорт объема, и экспорта нефти, который идет, то же самое. Но в стоимостном выражении. Но считаются налоги за эту нефть с таможенной цены. А таможенная цена, условно говоря, с вариациями, это цена нефти, которую отгрузили в танкер в российском порту. Она маленькая. И нефтяные компании, они такие хитрые, что они стараются, чтобы эта нефть стоила как можно дешевле. Почему им налоги надо с нее платить, вот с этой цены. А дальше происходит следующее. Они продают эту нефть, конечно, не в Африку, никуда-нибудь, не в Индию, а продают компании-трейдеру, которая принадлежит самой нефтяной компании, но зарегистрирована за границей, поэтому деньги получают там, и деньги эти в Россию не возвращаются. И бюджет, санкция сработала. А дальше говорят, вы смотрите, как нехорошо, там какой-то теневой флот, какая-то перегрузка из танкеров в танкер нефти. Кого это вообще должно волновать, потому что санкция все, сработала. Дальше уже не говорите. Хорошо, в абсолютных цифрах Россия лишается вот этой подушки нефтегазовой для ведения войны. Считать надо не объемы, значит, а деньги. Что такое по деньгам? Вот четыре месяца прошло, с начала года. Россия вот доходы от нефти и газа потеряли 52%. Ровно наполовину упали. По сравнению с 22-м годом. По сравнению с довоенным периодом. В целом федеральный бюджет России больше 34%, по-моему. 34% потерял. Вот эффект санкций. А не то, что там кто-то из танкера в танкер нефть стал переливать. Россия потеряла роль ведущей энергетической державы? Если, допустим, война закончится, Россия признает свое поражение, уходит там отовсюду. Меняется режим в Москве. Россия может вернуться на мировой нефтегазовый рынок после тех потерь, которые я не понесла в 2022-2023 году? Я думаю, будет очень трудно. Отчасти Россия может вернуться. Прежде всего, если посмотреть на нефтяную отрасль, то возвращаться будет очень трудно. Санкции не сразу исчезнут. Это раз. Второе. Мы посмотрели в балансе спроса и предложения. Сейчас есть навес предложения над спросом. И даже какая-то часть, если российская нефть уйдет, да, она эмоционально повлияет на рынок. Но потом, когда посмотрят, нефть вполне достаточно в мире, тот же ОПЕК посмотрит. Вот они сейчас с Россией ругаются, там немножко споры у них есть. Посмотрят. Ребята, мы можем обойтись без российской нефти. Это первое. Второе. Происходит вот такое замечательное явление, когда российские нефтяные компании, они стараются как можно больше нефти добыть и отправить на экспорт. Вот по этой низкой цене. Что происходит? Они берут свои промыслы, которые давным-давно введены в эксплуатацию. И просто более частые скважины бурят. Бурение скважины увеличилось там чуть не на 22%. Они бурят не на новых каких-то месторождениях, а на этих старых. Интенсифицируют. Это значит, что вот эта легко добываемая нефть, рентабельная нефть, они ускоренно ее высасывают. То есть остается в России меньше... Остается трудно извлекаемая нефть. На новых каких-то месторождениях. Которая на уровне, так сказать, низких цен на нефть уже просто будет невыгодна. Понятно. И поэтому отрасль сейчас находится вот на таком переломе. Во-первых, она будет лишена доступа к передовым технологиям. Да, конечно. Это раз. Второе. Вот эта вот гуляй рванина, вот эта тактика нефтяных компаний. Набирают последние легкую нефтеместорождение. Дешевую нефть выбирают. И поэтому вернуться в мировую отрасль будет страшно-страшно. Понятно. Сложно. Ну, о том, как что находится на переломе, о том, как вообще ломается на глазах мировой энергетический баланс, поговорим после перерыва. Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой, у этого слова много смыслов. Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой. Я еще в конце 80-х годов, путешествуя по Советскому Союзу, чувствовал себя чужим там. Когда я оказался чужим в Германии, это как бы встало на свое место. Но чужим в Германии быть нормально. Я же здесь чужой. Ненормально быть чужим у себя дома. Я абсолютно уверена в том, что философия – это не просто интеллектуальное путешествие. Это одно из самых захватывающих из всех возможных путешествий. Пекин – это была смесь странных таких специй, в которых выделялся кориандр. И эта смесь была с запахом канализации. Слушайте нас с 26 июня на всех платформах. Программа «Археология» – специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Михаил Крутихин, эксперт нефтегазовой отрасли. Говорим мы о том, как меняется глобальный рынок энергоресурсов на фоне войны России в Украине. Михаил, я сейчас хотел зайти с другой стороны. Вы живете в Норвегии. Тоже нефтегазовая страна, фактически, но которая не превратилась в ресурсное государство. Государство, живущее за счет моноресурса. Каким образом Норвегии удалось избавиться от порочной зависимости рентной экономики? А если сравнить не просто с Россией, а с Россией путинских времен, начиная с 2000 года, то если там был принцип такой «вместе с иностранцами», то есть у них есть технологии, опыт, деньги и так далее, в России вместо иностранцев надо выиграть иностранцев, надо не давать им возможности разведывать, добывать нефтегаз в России, не пускать их на шельф и ограничить их роль какими-то сервисными компаниями. В Норвегии не так. Огромные налоги, да, ну первое, стабильный налоговый климат, то есть, пожалуйста, все в очереди стоят, чтобы в Норвегии работать, несмотря на высокие налоги. И огромное заимствование опыта, ну, Норвегия свой научно-технический потенциал подняла до невид... Это была рыболовецкая деревня, сушеную треску в Португалию продавали, вот на это и жили. А потом они поняли, что вот нефтегаз это хорошо, и вместе с опытными компаниями заграничными можно что-то сделать. Вот они и сделали. А у нас это импортозамещение, то есть это консервация отсталки. А использование нефтегазовых доходов, как я понимаю, большая часть идет в фонд будущих поколений, это все инвестируется и откладывается. А там по процентам, там нужно выполнять государственный бюджет. Если прислушаться к норвежцам, они все ругают свое правительство, ругают тактику наполнения этого пенсионного фонда, условно говоря, фонд будущих поколений. Все ругаются. Все работает, потому что хватает и на поддержание бюджета, и на образование, на науку, на все это. Норвежский уровень жизни, он на нефти стоит? Ну, пожалуй, нет. Я думаю, он больше стоит... Высоченные зарплаты. Ну, хорошие зарплаты, да. Выше средних по Евросоюзу. Ну, да, то есть 3,5-4 тысячи евро, это нормальная такая зарплата в Норвегии. Это нефтяные деньги проникают в экономику или нефтяные деньги выведены из этого фонд? Нефтяные деньги, они самостоятельно как-то работают, потому что там Норвегия один из ведущих, например, производителей оружия поставляет на внешний рынок. Ну, да, там много технологического экспорта. Да, очень много высокотехнологичного экспорта. Туризм, опять же, сервисная индустрия. Ну, туризма даже не так уж много, но Норвегия помогает что? Она не сжигает ни газ, ни... Вот это я хотел узнать. То есть она все, что добывает, все экспортирует. Гидростанции маленькие. Потому что ей повезло, это горестая страна. Много гидростанций. Когда вот сейчас стала компания Эквинор, бывшая с Татуром, считать, а не стоит ли... Вот у нас там проект есть. Давайте в море построим плавучие турбины, будем ветром пользоваться. Посчитали, посчитали. Вы знаете, в норвежских условиях гидростанции рентабельнее. Очень же дешевая электроэнергия, наверное. А там очень хитро получилось. Норвежцы ругаются безбожно совершенно. А сети на севере и на юге не соединены друг с другом энергетически. На севере иногда в сто раз тариф меньше на электроэнергию, чем на юге. А юг, он соединен с Европой. И есть соглашения. Они на этот Евросоюз, на соглашения по энергетике страшно злы. Потому что нужно каким-то образом поставлять в ту же Германию электроэнергию. Вот, нам не хватает того. Но соедините вы эти сети. У них свои есть проблемы, естественно. То есть Норвегия на гидроэнергетике стоит, и даже не нужен вот этот зеленый переход. 99%. Мы когда ездим в соседнюю Швецию, там стоят ветряки, на норвежской территории. Они только любые стоят. И энергетические счета маленькие, да? Довольно серьезные счета появляются. Несмотря на то, что такое дешевое электричество. Ну вот сейчас моя невеста, например, норвежская, она говорит, я ночью стараюсь. Ночью отрицательный счет за электроэнергию. Да, вот эту ночью отрицательный счет. Запросто. Да, говорит. Вот я пользуюсь, я включаю, говорит, стиральную машину ночью, потому что я ничего платить не должен. Да, ну в принципе, меня впечатлило, насколько вот я год проведя на севере, прожив на сколько. В общем-то, недорогая электроэнергия в скандинавских странах, в Феноскандии, в Финляндии. Какой-то у меня контракт был с нефтяной, с энергетической компанией, мне достался от хозяина дома, в котором я жил. Семь центов за киловатт. Вот, я платил. Это меньше, чем я платил, так сказать, в России до отъезда из России. Вот. Ну, в Финляндии, правда, еще это атомная энергетика своя. Там, как я понимаю, зависит от снежной зимы, да, когда много снега, соответственно, высокая вода в водохранилищах, и, так сказать, она больше. Все следят за уровнем. Когда много снега, то отрицательная цена на электричество получается. Ну, да. Часто. Ну, все считают, что главная проблема это соединение с Европой. Вот туда уходит наша электроэнергия. А Норвегия как-то готовится вообще к зеленому переходу, к бескаргуму? Да, конечно, конечно. Ведь там же очень хорошие, по-моему, у них, они занимаются восстановлением леса в глобальном масштабе. А у них нет исчезновения леса. Там замечательная целлюлозно-бумажная промышленность есть. Все работает, заводы эти работают. Некоторые там закрылись какие-то, но которые стояли рядом с населенным пунктом, пахли очень неприятно. Так все работает, и потом сажают это снова. И как-то... Ну, это рутина. Это не какая-то компания, вот мы давайте восстановим леса. Ну да, просто что-то включено в политику. Скажите, а в целом война, она приблизила или отдалила зеленый переход в мировой энергетике? Сложный вопрос, на который я прямо так ответить не могу. Потому что, с одной стороны, уголь же начали спрыгать. Да, когда... С одной стороны, уголь стали в Германии, в Польше... Больше особенно, да. Они быстренько стали снова... Даже бурый уголь, который очень много вреда... Старый, селесский уголь... Легнит снова пошел туда. Но вдруг стали компании, крупные энергетические компании, нефтегазовые, ну, Shell, ExxonMobil, вот такие гиганты. Вдруг они осознали, что они, вкладывая очень много в зеленую энергетику, забывают, что надо еще и немножко вкладывать в разведку добычи нефти и газа. И когда стали смотреть, о, говорит, у нас на этот год, на один доллар, вложенный в нефть и газ, доллар 70 центов, вложенный в зеленую энергетику. У нас может произойти какой-то вот период, когда еще не доразвили мы эту зеленую энергетику, а уже не стало хватать нефти и газа. Давайте немножко сбалансируем. И пошли демонстрации зеленых, бурные какие-то шествия против Shell, против ExxonMobil. Я думаю, тут эмоции с одной стороны, а с другой стороны надо просчитывать. Да, развивать зеленую энергетику, но так, чтобы это было вот не рывками, не бездумно. Но в целом это движение продолжается к зеленой энергетике. Когда вот по вашей оценке произойдет точка перелома? Когда больше 50% будет вырабатываться за счет возобновляемых источников? Больше 50%, я думаю, к 35-40-му годам. Это в развитых странах УСР. А вот к 50-му, я думаю, 100%, как обещают 100%. Но вот последние подсчеты показывают, что, скорее всего, не получится. Еще немножко надо будет подождать за 50-е годы. Но Россия от этого будущего идет в противоположном направлении. В России много что идет в противоположном направлении. Вот мне не так давно, до ковида, пришлось выступать на конференции в Катаре, где обсуждалось возможности перехода от экономики, основанной на эксплуатации ресурсов, к экономике, основанной на знаниях. Это в Катаре, который полностью зависит от добычи и экспорта газа. И когда я рассказывал о том, что происходит в России вот в этом плане, мне было страшно стыдно, потому что становилось ясно, что Россия идет в другую абсолютно сторону. У нас энергетическая стратегия, которую подписал в 19-м году Путин, она основана на чем? Мы должны развивать нефть, газ, уголь. А вот происки каких-то врагов, которые говорят про энергоэффективность, про зеленую энергетику, это для того, чтобы политически насолить Россию. Вот это вызовы, это риски, это угроза. Россия активно противодействует зеленой повестке. Вот я смотрю, то, что Россия была представлена на форуме в Глазго, да, энергетическом, зеленом, была аж гигантская совершенно российская делегация, по-моему, чуть не самая большая в мире. А главный аргумент российских делегаций такого рода, это у нас в России очень много лесов, и вот наши леса возмещают вот тот ущерб, который вы там своей энергетикой наносите. Хотим квоты, да? Да, да, да. И потом мы вам поставляем нефть, газ и вообще энергоресурсы, в том числе ископаемые, а вы их там сжигаете и заражаете атмосферу. А у нас тут зеленая тайга, ну вот такой аргумент. То есть сами мы, чтобы перейти нам на зеленую энергетику, мы тут подождем. Когда стали принимать программы по развитию водородной энергетики, это на передовом как бы рубеже всей мировой энергетики. Вдруг выяснилось, что по каждому пункту этих всех программ куратором поставлен ректор Санкт-Петербургского горного университета, который всем заявляет, что он против вот этой самой водородной. К тому же, да, он руководитель этой самой кандидатской работы... Да, фальшивой кандидатской Путина. Ну вот такая российская экология. Да, Михаил, спасибо за этот рассказ, за этот разговор. У нас в гостях в нашем специальном интервью был наш гость Михаил Крутихин. Но от себя скажу, что эта война, это действительно убийца мифов о России. Вот с мифами о России боролся Владимир Мединский, а теперь с мифами о России борется война. Миф о миролюбивом русском народе, миф о второй армии мира. И точно так же убит миф о великой энергетической сверхдержаве. Россия продолжает методично подпиливать ножки стула, на котором она сидит. Программа «Археология», специальное интервью. Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».